Открытие четвертого детского дома семейного типа – событие важное для областного центра. Дети должны воспитываться в семье. Это принципиальная позиция главы белорусского государства и приоритет социальной политики. И если по каким-либо причинам заботу и внимание юным белорусам не могут дать их биологические мамы и папы, то специалисты подобных учреждений придут на помощь. Хотя специалисты – слишком сухое и безликое слово для тех, кто становится для малышей самыми близкими и родными людьми. Надеются на то, что смогут стать настоящей опорой для детей и новоиспеченные родители-воспитатели. Мы встретились случайно в Париже, оказались из города Бреста, а потом начался 9-летний путь становления нашей семьи. Очень сложный путь, как, наверное, у всех людей, очень интересный, но при этом очень трепетный и добрый. Путь этот заканчивается сегодня отправной точкой, мне кажется, рождением новой семьи. Деток у нас своих нет, но за тот период, за тот последний год, когда мы двигались к этому решению такими семимильными шагами уже, мы поняли, что чужих детей не бывает. Конечно, на плечи супруги ложится, наверное, большая ответственность, потому что, ну, она будет все время с детьми. Теперь это, скажем так, не работой не назовешь, ты не знаешь, это работой, потому что, по сути дела, какая работа, как можно работать, если… Ну вот, хотя в трудовом контракте у нас прописано рабочие дети. Написано, да, да, но мы шли сюда с тем, что мы понимали, что мы работа зачеркиваем, пишем жизнь. Поэтому будем стараться. Несмотря на то, что эти мальчики и девочки знают друг друга не очень давно, подружиться успели. Ребята уверены в новом доме, рядом с людьми, которые уже стали близкими, им будет хорошо и спокойно, как и должно быть дома. Познакомился я с ними около месяца назад, еще в приюте. Вот, сейчас, ну, мы еще там сдружились, сейчас у нас очень такие хорошие, сплоченные общения. С ними я общаюсь очень довольно-таки хорошо. Ну, считаю их как братьями, если так. Вот, девочки и сестренки маленькие, ну и все хорошо у нас. Большой, порядка 200 квадратных метров, дом, его новые обитатели обжить пока еще не успели, однако осмотрели очень внимательно. Комфортный и современный, он очень подходит для жизни. К слову, на качество выполненных строительно-монтажных работ обратил внимание и брестский городоначальник. Александр Рогачук отметил высокий уровень исполнения и профессионализм специалистов филиала СМП-391 на станции Брест, ОАО, Дорстрой, Монтаж, Трест. Что я хочу отметить? Прежде всего, уже наработанную методику подбора семей. Методика очень сложная и в то же время результат хорошие родители. Вот почему мы по времени немножечко отодвинулись по сдаче этого дома. Хочу отметить, с каждым домом мы улучшаем, собственно, проектное решение в плане строительства. Дом построен в хорошие сроки и построен очень качественно. Учтены все недоработки, которые были в начальном первом доме. И вот уже сейчас здесь чувствуется уют и чувствуется, что здесь уже живет семья. За праздничным столом нашлось время и чая попить, и поговорить о дальнейших перспективах и жизни конкретной семьи, и в целом. На Воснецово еще есть место для строительства одного такого дома, а значит, не за горами и очередное новоселье. К работам по возведению приступят в текущем году. В дальнейшем искать площади под строительство будут и в Ленинском районе города над Бугом. Мы планируем еще здесь построить пятый дом семейного типа. Сформировался уже определенный микрорайон домов семейного типа. Как-то мы его тоже должны обозначить. И переходим в Ленинский район, потому что я уверен, что политика нашего государства, позиция главы государства и дальше будет реализовываться в таких точечных добрых делах, которые сегодня произошло в нашем городе Бресте. Функционирование подобных учреждений доказало свою эффективность, а родители-воспитатели подарили тепло и любовь не одному юному берестейцу. Цепочка добра не должна прерываться.